Сейчас только одинокий почтовый ящик напоминает о жильцах дома номер 75 по улице Ульяновской. Пожар нарушил спокойный ход жизни его обитателей, после которого дом уже не восстановить. Один из пострадавших, Николай Колосов, чтобы узнать, как действовать дальше, чтобы получить новое жилье, пришел на прием граждан в городскую администрацию. Фактически он разрушен, крыши нет, перекрытия между первым и вторым этажом нет. Все, что у нас с непосильным трудом, будем говорить так, все осталось там, я скитаюсь, где придется, по больницам, по приютам, по углам, вот так вот и живу. Специалист Департамента управления имуществом, с которым установили видеосвязь, предложил мужчине несколько способов решить этот вопрос. Перебраться в квартиру из маневренного фонда или подождать, когда дойдет очередь дома, стать участником программы по расселению из аварийного жилья. Точно так же ответы на свои вопросы в режиме онлайн смогли получить и другие самарцы, которые обратились в администрацию во Всероссийский день приема граждан. Граждане имели возможность в одном зале попасть на прием к самым разным специалистам. Да, есть вопросы, которые невозможно решить там мгновенно и сейчас, но по крайней мере человек может получить здесь какую-то консультацию, определить какой-то алгоритм действий, куда ему пойти, как действовать, какие там документы собрать для решения его вопроса. Очень удобная форма общения. Впервые Всероссийский день приема граждан в День Конституции прошел в стране в 2013 году. С каждым годом все больше людей используют эту возможность оперативно решать свои вопросы, большая часть которых традиционно связана с благоустройством, сферами ЖКХ, земельных и имущественных отношений. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События.